добрый день друзья с вами капля и продолжаем говорить о свободе слова сегодня я хотел бы буквально немножко затронуть оборотную если так можно выразиться или другую сторону свободы слова это право каждого человека молчать и я понимаю очень многих людей которые скажут что сегодня гораздо труднее человека заткнуть чем разговорить или наоборот вот в моем случае есть люди которые весьма трудно идут на контакт очень сложно с ними общаться на церкви есть один молодой отец который наверное уже года три если не больше посещает нашу общину и всякий раз когда мы пытаемся с ним поговорить пытаемся как-то вызвать его на диалог он уходит и буквально вот недавно я подошел в очередной раз и впервые за многие годы мы поговорим я спросил почему ты все время молчал он говорит я не думал что это хорошая идея разговаривать и видно было что он очень стесняется и в этот момент я понял одну простую банальную вещь он имеет право молчать в нашей ментальности в нашей культуре есть такая пословица который очень хорошо характеризует нас это в тихом омуте кое-что вводится нам кажется что если человек молчит то он опасен он опасен и поэтому мы всячески пытаемся вытащить из него определенные вещи чтобы понять насколько он опасен однако я на сто процентов уверен что каждый из нас имеет право просто промолчать имеет право на собственную тайну имеет право на какие-то свои внутренние вещи которые он не хочет разделять с нами и если мы будем игнорировать это право и уж тем более если мы будем его нарушать то мы будем не правы не только перед этим человеком но и перед богом обратите внимание что очень часто иисус пользовался правом промолчать если вы помните историю когда к иисусу пришли и задали вопрос определенный он сказал он любил отвечать вопросом на вопрос он сказал ответьте крещение ианова она была с небес или от людей и они молчали что и я вам не отвечу иисус вел себя таким образом тем самым он показал что у каждого из нас есть право не отвечать на вопросы не давать информации которая может каким-то образом навредить или дискредитировать и вынуждать человека это делать нас нет что вы не знаете что это делать что это делать